Не, все хорошо, спасибо. Итак, 2005 год. Начинаем. Диагностика волококрасочного. 125, 126, 132, 130, 119, 121, 137. Все в заводе. Тут 100, 124, 105, 116, 119, 117, 116, 115, 124, 133, 152, 134, 125, 129, 141, 141, 153, 137, здесь 140, вот так вот, 146. Так чисто для симметрии сразу же. Второе крыло 118, 144, 129. Идентично, равномерно, соответствует оригинальному окрасочному покрытию. 130, 128, 140, 114, 152, 112, 125, 135. Все хорошо, да? Так, 100 ИСК-119, 123, крыша 124. В общем, это все норма. Все, что мы сейчас наблюдаем. 145, 140 на интересных местах. Здесь нормально. 127, дальше 126, 127, 122, 138. Смотрим вопросные моменты. 131, 133, 132, 124, 112. Так, смотрим, чтобы у нас не было ДТП. Смотрим внутри. Порожек пластиковый. Так. Вот у нас 111, внутряночка 81, 95, стойка 97, 79. Внутри демонтажа следов не наблюдается, 125, здесь пластик. Отметки 133 тысячи. В 19-м году я чуть-чуть позволю себе. 126, 133. Наклейки под оригинал. Так, здесь демонтажа не наблюдается. Все на месте. Ой! Сейчас меня будут бить и ломать уже автомобили. Так. Здесь внутри. Все в норме. 94. Стойка 85. Пол 83. Вопросов нет. Двери. Все четко. Здесь 137. И еще я тут не пришелся по стоечке. 142. Все синхронно. 128. Здесь чуть-чуть облазит. Самую малость. Молдинг, крепление. Здесь 115. Крышка багажника 114. Это околоэталонные значения. 116. 142. 144. Здесь 140. Здесь 139. Сверху 125. Вопросы есть? Вопросов нет. Сейчас мы положим. Опа! Газовые упоры замерзли. Здесь внутри все на месте. Здесь один крючочек вот отломан. Его нужно просто припаять. Это мелочь. Здесь все прямо на месте. Здесь даже ничего не снималось. Сейчас посмотрим. Все хорошо. Здесь по шумке даже ничего не приподнималось. Норма. Так. Дальше смотрим салон. Уже без толщина мера. Заходим в уплотнительное резиночное место. Здесь мы все проверяли. Дальше сидение. Износа нет. Руль. В отличном состоянии, я бы даже сказал, есть следы эксплуатации. Сейчас мы чуть приподнимем. Запчасти не помещаются. Так. Ручка изношена. Но состояние соответствует действительному пробегу. По детейлингу, по всем этим мелочам вопросов нет. Сейчас посмотрим. Благодарю. Но пока еще рано. Есть сервисную книжку. Мы сейчас будем разбираться. Есть документы по обслуживанию. И какие-то сладости. Наша сидушка пассажира. Здесь некоторые местечка грязные. Ну, автомобиль не новый. Напомню, 2005 год. Задние сидения. Не, двери здесь четко работают. Все. Просто я так закручиваю легонько. Все на месте. Все работает. Все ровно. Сидения грязные, можно заметить. Но без дырок, без ничего. Так. Здесь сзади механические весла. Поднятие настроения. Здесь еще примерно. Дверные карты все в норме. Износ. Напомню. Я говорю, все норма для такого года. Для такого пробега. Я бы даже сказал. Неплохо. Чуть-чуть-чуть. Предпродажная подготовка не проводилась. Сразу видно. Все. Сидения просто грязные. Вот так вот. Так смотрим. Все еще под капотик. Капотик откроем, да, можно? Вот. Когда приятно. Смотрим на педальки. Когда вот прям приятно. Все четко. Приятно. Смотри. Так. У нас есть чудо-фонарь. Где-то он был. Потерял, он ушел. Так. Все очень грязно. Все не мыто. Но это плюс пока все это плюс. Дальше встойщики распорки. Все на месте. Здесь все на месте. Не крутилось. Здесь тоже. Шумки тут вроде бы не было никогда. Но это не точно. Нужно разбираться. Дальше здесь все сухо. Сухо-сухо и комфортно. Здесь патрубки. Что-то в какой-то грязи. Здесь вот легкие потеки. Интересненько. Будешь разбираться уже не на камерах. Вот такой вот BMW. Комфортно. 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 Продолжение следует...